Брёнгамфи Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационно-аналитическую программу «Время говорить» в сегодняшнем эфире. Мы традиционно подведем итоги очередной рязанской семидневки. Главная тема сегодня. Единый госэкзамен. Испытание или скандал с продолжением? В Рязани памятник архитектуры федерального значения внесён в списки домов, предназначенных к сносу. Кто виноват? Взаимоотношения пешеходов и водителей с точки зрения дорожных инспекторов и юных горожан. Памяти героя. В селе Ибрич Шиловского района открыта мемориальная доска в честь пограничника Игоря Филькина. А теперь начнём. Скандал недели, а возможно и последующих недель. Великий и могучий единый госэкзамен, который терпит окончательное бесповоротное поражение отношенников и коррупционеров. В этот понедельник был первый экзамен «Русский язык». Как уж не берегли ЕГЭ, сколько не принимали мер безопасности, а скандал грянул прямо с утра. И пришёл он, откуда ждали, из сети. Уже в первую половину понедельника информагентство сообщили о публикации в интернет-ресурсах фотографий заполненных форм экзаменационных листов с ответами на ЕГЭ по-русскому. А в этом чуть позже. На первый единый экзамен года рязанских выпускников провожала Оксана Себенихина. 27 мая каждый, ещё не студент, но уже и не школьник, заходит в незнакомую аудиторию с дрожью в коленях. Единый государственный экзамен по русскому языку – это вам не шутки. Надеемся, что все ребята хорошо подготовлены, сдадут экзамен. Ну а мы с своей стороны приложим все усилия, чтобы они чувствовали себя комфортно. Кстати, экзамены сегодня – процедура непростая. Ведь современные технологии позволяют ребятам бездумно списать любой билет с мобильных телефонов, поэтому аппараты изымаются ещё на входе в аудиторию. В некоторых школах установлены специальные устройства, которые глушат сигнал сотовой связи. Также есть датчики, вычисляющие нарушителей, которые всё-таки умудрились пронести телефон. Нет осознания того, что сегодня ЕГЭ. Волнуешься? Нет. Волнуешься? Ну, немного совсем. Как так немного? Ну, если буду много волноваться, плохо напишу. Какие потом у тебя экзамены? Химия, биология. И все ЕГЭ? Да. У каждого из них впереди целая жизнь. Но сегодня ребятам остаётся только пожелать удачи. Как говорится, ни пуха вам и ни пера. И вновь о ЕГЭшном скандале всероссийского масштаба. Утечки в интернет по ЕГЭ были, это бесспорно. Некоторые эксперты убеждены, винить в них только детей нельзя. Основная масса подлинных ответов на ЕГЭ, попавших в интернет, стали результатом слива откуда-то сверху. Издание News.ru сообщает, что заместитель председателя комиссии общественной палаты по образованию и науке Любовь Духанина в разговоре с журналистами признавала, в сеть попали десятки вариантов ответов. Причём за день до экзамена. То есть раньше, чем сдавал Дальний Восток. Так что слить ответы школьники не могли. Но дальше всех пошли, разумеется, в стране отличников Дагестане. Тамошние выпускники, а вслед за ними ребята из Ростова, Краснодара и даже Москвы, переводятся в местные сельские школы. В аулах сдать ЕГЭ получается дешевле. Сами дагестанские выпускники рассказывают. Написали сочинения по Аське, учительница скидывала. Выбрасывали работы из окон родителям. Родители по две тысячи рублей давали, чтобы задания наши выносили. Журналисты отмечают, что появился даже специальный термин – «дагестанский ЕГЭ». Он возник после того, как в столичные вузы стали поступать абитуриенты, с трудом говорящие по-русски. Скачиваем через блютуз информацию. И передаём готовые ответы. ЕГЭ называется. Конечно, не будут учиться. Это же Дагестан. Как известно, результаты томской школьницы, которая выложила ЕГЭ в сеть, будут аннулированы. Интересно, как поступят чиновники от образования с кавказскими результатами. Пока известие такие. Министерство образования республики зарегистрировало более 60 нарушений в 11 регионах при проведении единого государственного экзамена по русскому языку. При этом в прошлом году не было составлено ни одного протокола о нарушениях. На этой неделе стало известно, что Рязань опять на грани архитектурно-исторического скандала. Дело в том, что памятник архитектуры федерального значения, бывшее здание так называемой Дашковской богадельни, попало в список домов, предназначенных рьяными чиновниками к сносу. Дом по адресу Затинная, 80, или так называемая бывшая Дашковская богадельня, уже давно занесён в перечень памятников архитектуры федерального значения, ведь зданию более 200 лет. Однако недавно этот объект городские чиновники включили совсем в другой документ – на снос по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Хотя сами жители узнали об этом факте только от журналистов. Проживаю здесь я уже где-то 6 лет, а даже больше. За всё это время были проблемы с коммуникациями, с трубами, да и всё, в принципе. Дорожку нам сделали, а остальные проблемы – это чисто визуальные, с фасадом. Перекрытия вполне пригодные. Скажем так, свет, все вот эти световые коммуникации, тоже как бы нет нареканий, не было проблем. Виноваты чиновники городские. Вместе с застройщиками, которые хотят здесь построить многоэтажку, им надо иметь это место. Вон, есть ветхие дома, полно здесь кругом. Их не трогают, чтобы вид на Кремль был. Жильцы теперь удивляются, каким образом памятник архитектуры федерального значения, крепкий кирпичный дом со стенами более метра, мог попасть в список предназначенных под снос строений. То, что как бы нас хотят расселять, конкретно не было ни собраний, не было никаких мероприятий, проведённых по этому поводу и решению вопроса. То есть как бы вот без нас всё решили и даже перед фактом не поставили. Скажем так, действие, которое сейчас проводится, да, ну, с нашей стороны рассматривается как лишение нас жилья. За снос памятника 6 лет тюрьмы – уголовное преступление. И даже вот сейчас за изготовление вот этого постановления осносит это уже преступный уговор с целью совершения преступления. На защиту одного из древнейших памятников архитектуры Рязани встали и другие общественники. На недавней пресс-конференции против утверждения нового генерального плана города, по которому большая часть поймы Аки попадёт под застройку, активисты сообщили, что подобных каменных двухвековых строений в Рязани осталось лишь 12. Были прецеденты, когда явно достойной постановки на учёт памятник, на учёт не ставился с формулировкой «за отсутствием внятных оснований». То есть, таким образом, органы, отвечающие за работу с объектом культурного наследия, сами расписываются в том, что они не знают, что нужно ставить на учёт, что не нужно ставить на учёт, что достойно называться объектом культурного наследия соответствующими охранными обязательствами, что нет. У нас этот объект оказывается в списке, предусмотренном на проведение там работ, но там не оговорено, что он не будет снесён. То есть, получается, что наши власти предлагают провести работу по ликвидации памяти по федеральному значению объекта культурного наследия, имеющего такой статус. Кстати, стало известно, что на снос этого 14-квартирного дома из бюджета будет выделено чуть более 12 миллионов рублей. Нехитрый арифметический подсчёт показывает, что жильцов, если и расселят, то только на промышленной окраине Рязани. Этих денег на приличное жильё явно недостаточно. Впрочем, жители на такой, по их мнению, неравный обмен не согласны. Они не собираются уезжать с обжитых мест, а намереваются обращаться в суд. К другим темам недели. Накануне 1 июня, Дня защиты детей, в Рязани, как никогда ранее, часто всплывала информация о диких случаях насилия над малышами. Так, направлено в суд дело об убийстве новорождённого мальчика, его мамашей. Она в августе 2011 года родила младенца, тут же его задушила, а тело спрятала в морозилку. Нашли замороженный трупик только через 10 месяцев. 12,5 лет получил житель Украины, цыган по национальности, который, угрожая ножом, надругался над 7-летней девочкой прямо в подсобке Рязанского детского сада. В январе прошлого года неоднократно судимый рецидивист забил насмерть 4-летнего сына своей сожительницы. Он нанёс ребёнку несколько десятков ударов ногами и руками. Дали пожизненные. Также на этой неделе стало известно, что завершено уголовное дело в отношении 22-летнего рязанца, который, по данным следствия, зверски избил 4-летнюю дочь. Малышка, устав от пьянства папаши, взяла, да и вылила остатки пойла из бутылки. Гнев пьяницы был страшен. Следствием установлено, что утром 30 сентября прошлого года, находясь у себя в квартире, расположенной в одном из сел Рязанского района, обвиняемый в присутствии своей жены, матери, а также двух малолетних детей, распивал спиртные напитки. Его 4-летняя дочь, желая предотвратить дальнейшее распитие отцом спиртного, взяла в комнате со стола бутылку, прошла в кухню и вылила алкоголь в раковину. Действия девочки вызвали агрессию со стороны отца. Выражаясь грубой нецензурной брани, он схватил малолетнюю и нанёс ей не менее 10 ударов по лицу. Затем бросил девочку на диван и продолжил избиение. В результате малолетней были причинены телесные повреждения, в том числе закрытый перелом левой руки. Преступные действия мужчины были пресечены бабушкой ребенка, которая отобрала внучку и вызвала скорую помощь. В ходе расследования данного уголовного дела следователями было установлено, что обвиняемый и ранее стязал свою дочь. Так, вечером 18 июня прошлого года, в ответ на отказ ребенка лечь спать, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, удерживая девочку на кровати, засунул ей в рот сложенный абажур от настольного светильника и также ударял ее по лицу. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, с момента возбуждения уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его семья долгое время находилась в реабилитационном центре. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд, где и должно быть рассмотрено по существу. Дрожь берет от таких вот фактов. Вот выходит, что День защиты детей Рязань встречала под знаком расследований судебных решений, связанных с делами о насилии над самыми маленькими. Символично. Таково наше современное общество, больной, жестокой, беспредельной. Что тут делать? Кто знает. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вот что будет во второй части. Кто виноват в взаимоотношении пешеходов и водителей с точки зрения дорожных инспекторов и юных рязанцев? В памяти героя в селе Иврид Шиловского района открыта мемориальная доска в честь пограничника Игоря Филькина. Палата номер три в Рязани состоялось заседание областной общественной палаты третьего созыва. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу. Рязанские дорожные полицейские на этой неделе провели сразу несколько рейдов, которые привлекли внимание пресс. Инспекторы выясняли отношения водителей и пешеходов, а кроме того пытались воспитывать автомобилистов, привлекая юных помощников. Обо всем в следующем репортаже. На этой неделе рязанские дорожные полицейские провели на улице Свободы рейд под названием «Пристегнись». Название символично, ведь согласно официальной статистике только чуть более половины автомобилистов пользуются ремнями безопасности, а пассажиры пристегиваются и того реже. Полицейские с собой в рейд взяли учеников четвертых классов из восьмой школы. Ребята регулярно участвуют в мероприятиях работников дорожной полиции. И сами же дети обращаются, конечно же, в первую очередь к водителям, чтобы они всегда соблюдали правила дорожного движения. Ну и, наверное, призыв детей все-таки это лучше, чем когда инспектор останавливает. То есть основная цель, конечно же, у нас профилактическая. Не столько наказать водителя за это, сколько предостеречь и показать, что он не прав. «Мы проводим акцию, чтобы водители пристегивались на дорогах, потому что сейчас опытных водителей стало все меньше и меньше, чтобы стало меньше аварий». «Мы у папы и мамы есть машина, мы у меня ездим, я всегда сижу на заднем сидении и всегда пристегиваюсь. Потому что если не пристегиваться, можно попасть в аварию и просто получить большие травмы, тогда больше шансов попасть в больницу. Пристегиваться это очень обязательно». В преддверии летних каникул дорожные полицейские проводят рейды, направленные на безопасность пешеходов. Даже несмотря на присутствие работников ГИБДД, водители все-таки нарушают правила. «Этот пешеходный переход надо было сделать где-нибудь здесь или там. Потому что я смотрю машины, например, она проехала, я ее машину пропустил встречную, и тут передо мной пешеходный переход уже сразу, пешеход переходит. То есть опасно сделано пешеходный переход». Впрочем, нарушали правила дорожного движения и пешеходы. «А вы только что нарушили правила, как же вы в неположенном месте дорогу переходите?» «Я просто не подумываю». «Вот хорошо, что вас не оштрафовали, а то видите, стоят». «Ой, хорошо бы, если оштрафовали». Рязанские дорожные полицейские надеются, что подобные рейды помогут как водителям, так и пешеходам уважительно относиться друг к другу. В этот вторник, 28 мая, в День пограничника, в Шиловском районе была открыта мемориальная доска в память о герое России, уроженце деревни Ибрить Игоре Филькине. Это он и его боевые друзья приняли 13 июля 1993 года неравный бой с боевиками, напавшими на 12-ю заставу московского погранотряда. Пулеметчик Игорь Филькин отбил несколько бандитских атак, был ранен, но продолжал стрелять. Бой длился 11 часов. Рязанец получил несколько десятков пулевых ранений. Шансов остаться в живых у пограничника не было. За мужество и героизм при выполнении воинского долга указом президента России рядовому Игорю Филькину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В сентябре 1998 года в Шилову ему был открыт памятник на Аллее Славы, теперь вот и на Малой Родине появилась мемориальная доска. Надо сказать, что об этом бое Валерий Поваляев написал повесть «Тихая застава», а позже актер и режиссер Сергей Маховиков снял одноименный фильм. Из политических событий Рязанской недели можно отметить первое пленарное заседание Общественной палаты Рязанской области Третьего созыва. На встрече был губернатор Олег Ковалев, который дал палате несколько советов и наказов. Общественная палата Рязанской области – один из важных институтов гражданского общества в регионе. Об этом заявил губернатор Олег Ковалев на первом пленарном заседании палаты Нового созыва. По словам главы региона, общественный контроль просто необходим в таких важных вопросах, как, например, система ЖКХ или дорожный ремонт. Да, много у нас общественных организаций, много различных коммерческих организаций, но когда в таком уровне, как общественная палата, собираются люди разных профессий, разных взглядов, разных общественных групп, различных социумов, только раз, и получается, что общественная палата – главное, связывающая за ним между властью и имуществом. И при Вашей поддержке, непосредственном участии, мы устраиваем, собственно говоря, и систему обратной связи с населением. И это направление нам необходимо развивать, и я бы хотел, чтобы Ваши усилия в этом направлении были одним из определяющих. Особенно в чести, вот есть еще такая, как общественная картура, и общественная картура нам необходимо внедрять там, и его усиливать там, где это очень востребовано. И где, порой, я даже, несмотря на те усилия, которые прилагаю, не могу дадиться результатов определенных, поскольку сталкиваемся там с массой, массой отвергтов для организационных, а никаких направлений не могу. Губернатор также попросил членов общественной палаты держать под пристальным вниманием и тему городской экологии. Совсем недавно жители Рязани выступили, по сути дела, единым фронтом против возобновления работы, свалки организованы на территории бывшего хирургана. Здесь я тоже рассчитываю на Вашу поддержку, решение экологических проблем, на то, что Вы будете взаимодействовать тоже с экологическими организациями, получать свою информацию, где-то ее умолировать, перерабатывать ее, и наиболее такие серьезные решения, которые необходимо принимать на региональном уровне, доносить до нас через различные наши контакты и сети, которым со стороны общества нужно здравоохранение. Потому что, смотрите, мы вложили миллиарды в развитие системы здравоохранения, а проблемы ненабольства нашими гражданами работы системы еще существуют. Эти проблемы укроются, конечно, в организационных вопросах. И в этом плане, кроме общественности, никто не сможет проконтролировать себя. Я обещаю, что реакция моя на те контрольные мероприятия, на те предложения, которые от Вас будут звучать, она будет очень адекватна. Митрополит Рязанский и Михайловский Павел в своем выступлении затронул тему духовно-нравственного состояния общества, а также напутствовал членов палаты. В ходе заседания участники обсудили вопросы об ужесточении контроля в сфере строительства, об усилении общественного контроля заработниками здравоохранения, а также посетовали на недостаточно строгие законы в отношении нерадивых арендаторов земли. В этот четверг в Рязани прошло подведение итогов очередного регионального конкурса доверия потребителей. Продолжает программу специальный репортаж Елены Вожаковой. Торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимателя, состоялось в Золотом зале Виктори Холла. На региональном конкурсе доверия потребителей чествовали представители бизнес-сообщества Рязанской области. Среди награжденных – руководители предприятий крупного, малого и среднего бизнеса, добившиеся отличных показателей в различных сферах общественной и социальной жизни. По словам советника губернатора Рязанской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей Людмилы Кибальниковой, победа в данном конкурсе – это не просто дополнительная составляющая успешной деятельности предприятия, но и хорошие инвестиции в будущее. Самая главная миссия предпринимателя – это социальная миссия, это обеспечение населения услугами и товарами. И очень большую роль играет в этом, насколько безопасны эти товары, насколько они качественны. И диплом доверия потребителей является самой серьезной оценкой КСО. КСО – это корпоративная социальная ответственность. И сейчас корпоративная социальная ответственность является одной из основных миссий предпринимательского сообщества. Со словами приветствия и поздравлениями к номинантам конкурса обратился Олег Булеков. Министр экономического развития и торговли Рязанской области пообещал и в дальнейшем улучшать атмосферу для ведения бизнеса в нашем регионе. Работать предпринимателем на сегодняшний день не так-то легко, не так-то нам просто. И наша задача, задача государственной власти – постараться помочь, чтобы жизнь предпринимателя была в Рязанской области как можно комфортнее. Победителей в различных номинациях определял специально созданный комитет из представителей местной исполнительной и законодательной власти, надзорных органов, а также общественных организаций. Лауреатами конкурса «Доверие потребителей» стали около ста организаций Рязани и Рязанской области. Диплом получила и компания «Двери Рязани», реализующая оптом и в розницу металлические и межкомнатные двери по низким ценам. По словам руководителя Павла Гурщенкова, за продолжительное время работники компании накопили колоссальный опыт. Предприятие уделяет большое внимание ассортименту и может по праву гордиться хорошо отработанными схемами доставки продукции в любой регион России. Мы показываем свои результаты высокие систематически, благодаря тому, что мы уже на рынке Рязани более 10 лет, работаем не только оптом, но и через наших делив и розницей. У нас большой очень ассортимент, более ста металлических моделей дверей, более 160 межкомнатных моделей. Это все у нас есть в наличии, гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту, рассрочка платежа, низкая цена на нашу продукцию, которая высокого качества. И большое количество фабрик, с которыми мы работаем и участвуем в производстве, дает нам возможность постоянно побеждать в этих конкурсах. В сфере медицинских услуг в номинации «Лучшая сеть стоматологических клиник» почетный знак доверия потребителей получила фирма «Дента Стиль» – качество, безопасность и, конечно же, квалифицированные кадры. Эти составляющие стали залогом успеха фирмы на рязанском рынке медицинских услуг. Мы являемся передовыми в области имплантации, так как наши специалисты впервые внедрили этот метод в Рязани. На сегодняшний день накоплен огромный опыт в этой передовой технологии протезирования зубов, и мы неуклонно стараемся развивать. Хочется отметить, что наши специалисты и наши клиники вкладывают большие средства в обучение персонала, но в то же время мы достигли такого уровня, когда наш персонал сам уже может учить. Это был девятый по счету конкурс. Его строители отмечают, что он пользуется популярностью у рязанских бизнесменов. Поэтому организаторы намерены развивать его и дальше, привлекая для участия все больше представителей рязанского бизнес-сообщества. На сегодня все. Увидимся вновь уже в первую рабочую неделю лета, как обычно, в эфире телекомпании «Город». До встречи. Ежегодная Всероссийская конференция главных метрологов химических отраслей промышленности проходила с 27 по 31 мая в учебном центре Конобеева Московской области. На конференцию приехали представители более ста предприятий. Не только Россия, это и Украина, это и Белоруссия, это и дальние зарубежья из Нидерландов к нам приехали. Конференция реально международная. В конференции принимает участие целевая аудитория. Это крупнейшие предприятия нефтехимического комплекса, а также производители и поставщики контрольно-измерительного оборудования. Приятно, что на таком крупном форуме есть представители Рязани. Это компания «Резур». Она является постоянным и очень активным участником конференции. Вообще, очень уникальное место, где можно собраться и рассказать о своих новинках, поднять вопросы, выявить их и в дальнейшем учитывать при поставке. А вечером общение продолжается в неформальной обстановке. Соревнования, занятия спортом, музыка, возможность собраться за общим столом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова